всем привет вы на канале двинки тайм мы продолжаем проходить хогвартс и я наконец-то покрасилась я думаю вы сами это заметили но в принципе почему бы и не сказать если что меня смущает на камере на видео почему-то почему-то это выглядит красным но в жизни он типа розово розово-фиолетовый но даже больше розовый типа он реально выглядит красным почему я не красная я розово-фиолетово что происходит ладно фиг с ним но в инстаграме короче не тут в сообществе во вкладке выложу фотку там видно что это не красный что тут происходит у нас хоть вот и я не помню на самом-то деле вот тут происходит что по заданиям а ну вот это и вот она ну погнали то сейчас я сейчас выпала если пение включила звук все нормально погнали куда мы погнали на задание это карта мира это далеко а у меня тут есть эта штучка переместиться я не так давно спрашивала у вас про то как чего вы хотели бы видеть больше или меньше типа на ю тубе да у меня на канале что вы хотели бы вообще смотреть больше чего может быть мне хватает да но это не честно я только подошла так вот да мне многие поотвечали и я все учла в ближайшее время я буду обдумывать как это все внедрить в канал и как бы постараюсь улучшить все чтобы было интересней занять ней и прочее прочее у нас а нам чуть-чуть пройтись нужно сюда пролететься значит почему так темно вот сюда так встань пожалуйста давайте откроем вот этот вот проходикс давайте сходим еще вообще-то походим по этой подожди это мы читали уже что это вообще где мы фэлдкрафт а да и давайте пособираем сейчас все что тут есть ну все что можно да что где а вот здесь с виду приятное местечко колодец фэлдкрафте пересох около четырехсот лет назад во время сильной засухи к сожалению в результате этого многие жители деревни погибли в том числе по крайней мере один маленький мальчик это та деревня точно чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия легенда гласит что ситуацию удалось спасти когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию чтобы вернуть воду в этот регион извиняюсь что а я думал он воду набирает колоссы в котором нет воды окей здравствуйте рада встрече добро пожаловать я бернард и дьяе владелец этого магазина чем могу быть вам полезен ммм любопытно знать что происходит в фэлдкрафте можете меня просветить нам уже долго насаждают один крайне гнусный гоблин по имени белгруф буйный фэлдкрафт граничит землями гоблинов но мы с ним всегда жили в мире до последних событий понимаю понимаю кое-кто говорит что белгруф и его гоблины заодно с рандроком но я не знаю правда это или нет ой сова как бы там ни было дела наши из-за них совершенно расстроены никто не чувствует себя в безопасности это ужасно что вы здесь продаете рад что вы спросили у меня лучшего все округи ассортимент продуктов животного происхождения где ты их берешь если не верите можете пройтись по другим лавкам уверен вы вернетесь по опыту знаю понятненько откуда ты их берешь как вы открыли свою лавку чудесное место правда хотя признаюсь я его не выбирал это она выбрала меня я вырос здесь это мой дом лавка думаю профессия тоже сама выбрала меня мне всегда нравилось возиться с волшебными существами и дочки моих обожают не удивлюсь если они пойдут по моим стопам понятно можно мне посмотреть короче я пойду уже что у вас можно купить перо мех 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 но мне это не надо потому что у меня свои будут все нормально это я круто 7000 у меня у нас 7000 заходите в любое время а где я тут я вижу сундук стоит я приберегу себя где вход вот да она нигде не уверена что могла бы жить по моему коллекция обновлено это хорошо да что такое это чего а есть тут чё почитать может у вас там какие нить письма я люблю читать письма чужие да вот так вот нагло а это не письма это деньги но я приберегу мне нужнее как бы да да ёпта где выход о боже где выход вот он так понятно понятно идем дальше тут что-то было а вон там вот сундук это тот который я слепой ну давай я как то вот так вот как то вот так вот и вот так вот погнали где он там а это нет это не тот который это просто большой сундук легендарочка выпала легендарочка так что здесь тоже домик какой-то о а о это сундук такой мне показалось это бревно лежит сейчас чихну не не чихну так зачарованная королевская рукоятка в оттенках черного и оле 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 алебастра ну красенькая хоть будет ой блин ну все зайдем не зайдем нет не зайдем а там что что это у вас тут тренировки у вас происходят да пожалуйста манекены для тренировок жители фэлткрафта иногда используют их чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний особенно в свете недавних нападений гоблинов вон это мне о еще легендарка выпала неожиданно вообще раскидала и гоблинов ой гоблинов манекены и уши пошла так что еще сюда зайти я не могу наверное коровка сюда зайти я не могу да или что это или я не пыталась помогу о письмо письмо от себастьяна селлоу адресованная анне селлоу дорогая анна без тебя хогварт совсем не тот впрочем шар все такой же гадкий но ты понимаешь о чем я надеюсь тебе лучше это как раз то задание куда мы идем это походу дом его семьи и это походу его сестра которая которая плохо да а я уже тут пришла хожу сейчас я выйду подождите письмо от анны адресованной себастьяну не трогай мой набор зельевара он не твой понял все погнали все погнали на задание мы немножко раньше пришли даже чем нужно было а вот еще домик тут я тоже не была ух ты первый уровень могу могу не послышалось там кто-то на меня гнал о хорош ревелио тут у нас одежда в смысле сундук с одеждой да и и второй этаж о еще сундук большой сундук школьная форма ну такое как бы за аллахомора можно было и что-то ну покруче опасно что-то закрыт был капец все где сюда ме оп привет а вот и ты а вот и я наслаждаешься видом стараюсь ничего не упустить теперь в фелкрофте все совсем не так как раньше здесь стало опасно с тех пор как сторонники ран рака начали проявлять особый интерес вон к тому замку это замок руквудов мой дядя соломон бывший мракоборец но он не хочет в это вмешиваться даже после того как кто-то из них проклял ан может быть для этого он даже посмел использовать темную магию мне довелось слышать что гоблин называет волшебников носителей палочек неужто гоблинам восприняется пользоваться ими именно вот почему мне так нужны ответы чтобы исцелить ее сперва нужно разобраться что с ней произошло даже среди нас троиха она всегда отличалась особой безбашенностью а ты ведь знаешь нас с Аминисом надеюсь она обрадуется мне и новой подруге из Хогвартса может даже станет немного похожа на себя прежнюю пойдем я отведу тебя к дяде ну погнали давай сюда давай иди ну я в принципе знаю куда идти ой сейчас подожди смотри тут сундук раньше в Фелдкрафте о потом уже раз блокирую теперь здесь полно приспешников на ранок жители стараются сидеть тихо блять напомните мне вернуться там замок который я могу открыть да я уже была у тебя дома кстати мы пришли моя сестра должна быть внутри ну давай ходи о я уже кстати ее видела да вот так спойлер Цепках SEBM ст fan это но еще не все испробовали исцелить ее нельзя когда ты уже с этим смиришься. Никогда. Я никогда не смирюсь. Смотри, что ты с ней сделал. Анна. Прости, уходи. Какой уходи? Куда уходишь? Что ты несешь, чел? В смысле? Что это вообще было? Приехали, блядь. Здравствуйте. Извини, что тебя пришлось наблюдать. Если можно, я бы хотел побыть один. Бедный Себастьян не на такой прием он рассчитывал. Это я не на такой прием рассчитывала. Это я не на такой рассчитывала, понимаешь, а не Себастьян. В смысле Себастьян? Какой Себастьян? Я пришла, а тут что вообще тут происходит? Здрасте, приехали. Короче, я так разнервничалась из-за этого, что я случайно нажала оборвать записи, и мне пришлось соединять две записи. прошлую на сколько-то там, минут 10, наверное, и вот эту. Ну, это, конечно, да, я... Хорошо, что я заметила вообще, что я ее случайно оборвала. Но так, конечно, эмоционировать... Ну, вы поняли, да? Чтобы оборвать запись случайно, это надо уметь. Ну, погнали, поговорим с ней. Я хоть сейчас не оборвала, все нормально. Вот это был бы кринж, если бы я не заметила. Вот это был бы кринж. Вот это... Да, вот это было бы плохо бы. Извини, я... Прошу меня простить. Тяжело переносить эти приступы боли. Я прошу тоже меня простить, но я как бы вернулась. Как ты, Анна? Надеюсь, я тебе не помешаю. Все в порядке, правда? Мне хорошо. Боль от проклятия накатывает волнами, приходит внезапно. Тут некого винить. Кстати, приятно познакомиться. Ты стала быть новая пятикурсница, о которой говорил Себастьян. Да. Мы с Себастьяном провели весьма яркую дуальное занятие по защите от темных искусств. Так и познакомились. А, да. У профессора Геккотт. Она могущественная ведьма и умеет держать в узде таких учеников, как мой брат. И я. Я скучаю по Хогвартсу. Но я бы охотно жила и в Фелдкрафте, когда бы здесь не было так безотрадно. Эти гоблины возле замка, и дядя всегда обранится с Себастьяном, когда он дома. Это больше неуютное местечко, каким я его знала. Себастьян напоминал, что ваш дядя был мракоборцем, но отказался разбираться со сторонниками ранрка. Надо сказать, это было неожиданно. Он так разозлился. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной, и тем, что Себастьян считает, будто сможет снять проклятие. У них доброе намерение, я знаю, но дядя прав. Проклятие нельзя снять. Я это чувствую. Себастьян не в силах меня излечить. Может быть, ты поможешь ему это понять. Сделай, что смогу. Обещаю, что поговорю с ним об этом. Спасибо. Боюсь, что его поиски напрасны. Я устала. Наверное, стоит отдохнуть. Спасибо, что заглянула. Да. Всего доброго. Всего наилучшего. Пойду поговорю с дядей твоим. Так, запоминаем. Пробел, остановить запись. Пробел в ОБС это остановка записи. Забысы. Хорошо. Этот мальчишка мне все нервы вымотает. Думаешь? Прошу прощения, мистер Салу. А, да. Вы же подруга Себастьяна. Простите моего племянника. Он не понимает, что пора остановиться. Я собирался навестить Анну, а вы, кажется, были в доме. Как она там? Она в порядке. Сказала, что ей нужно отдохнуть. Ей уже ничем не помочь. Может быть, вы просто еще не нашли средства, способные ее исцелить? Да вы говорите в точности, как Себастьян. Тоже считаете себя умнее целителей больницы Святого Мунга? Может быть, целителем ведомы не все средства, сэр? Себастьян из всех сил стремится помочь сестре. Если средства существуют, он его найдет. Ваша вера в идее Себастьяна – чистое безрассудство. Анна стала жертвой темной магии, и гоблины не спешат объяснять, что к чему. Жестоко давать ей надежду. Сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорте и беречь от сторонников Ранрока. Понимаю, чем вы, сэр. Хорошо. Я знаю, как будет лучше для Анны и для Себастина. Они же дети моего брата, такие же упрямые, как он. Особенно Себастьян. Если вы действительно хотите помочь, убедитесь, что Себастьян поступает правильно, а не творит, что вздумается. Он даже не представляет, сколько дурного может натворить, если не остановится. Надеюсь, вы запомните мои слова. Хорошего дня. Нужно посмотреть, как там Себастьян. Это, конечно, нужно. Давайте сначала сходим в тот закрытый домик. И я хотела сказать то, что дядя говорит такой, мол, как он там сказал. Что вот гоблины не хотят сознаваться, что к чему. А на что тут я, скажи мне, пожалуйста. Вот гоблины тебе не хотят сознаваться. Ты думаешь, мне они не захотят? Ну, если не захотят, то, ну, как бы ей придется. Я заставлю. Я ГГ или кто? Или куда? Правильно. Сейчас пойду и заставлю. Мне тоже кажется, что есть какое-то... Как снять, короче, проклятие, я не знаю. А! Тут было два замка или один? Вихреобразное потом. Чел, ты кто? Чел, ты в порядке? Окей. Что за место такое? Ладно, пошли. Себастьян, мы идем сейчас разбираться, короче. И, да. И вот так. Но почему он меня не слушает? Речь ведь идет о моей сестре. Как ты, Себастьян? Ну вот, теперь ты получила представление о том, с чем мне приходится иметь дело. Прошу прощения за дядю. Он зол, знаю. Но его поступки продиктованы благими намерениями. Он желает Анне добра. Он всегда злится. С тех пор, как умерли мои родители. А после того, как Анна пострадала, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся. Все твердит, что я весь в отца. Будто это какое-то оскорбление. Я один пытаюсь ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна, и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что больше ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Анна сильно страдает, и не только физически. Она полностью переменилась. Я так скучаю по сестре. Я собираюсь вернуть прежнюю Анну. Пойдем со мной, покажу тебе, где это произошло. Подожди, подожди, подожди. Сторонники Рандрека способны на такие вещи, каких от них не ожидают. Не стоит их недооценивать. Ну, это хорошо. А поэтому ты ведешь меня туда, да, на смерть, что? Весь этот мусор от того, что делается в том заброшенном поместье. Они пытаются что-то раскопать. Ну, конечно, сейчас мы пойдем и узнаем, что. Ну, соответственно, все правильно. Вон там, на том плато. Они наслали проклятие на Анну. Нам сюда. А почему нельзя как-то, ну, более раскрыто объяснить, что там было, как там было, почему, зачем, когда и кто, и все остальное? Сколько нам еще копаться в этих обломках? Ранрок знает, что делает. Помогать ему большая честь. Вот только всех волшебников, как по мне, проще перебить. Поговори мне тут. Ну, блин, ну, чел, ну, ты видишь, я... А ты далеко пошел, скажи, пожалуйста, мне. А, ну, спасибо, молодец, да. Нельзя же было раньше, бля, присесть. Спасибо большое. Так, для пульса. Чтобы что-нибудь допустить. А, окей, ну, подожди, что? Это, конечно, все отлично, но... Ладно. Давай, давай, быстрее идем. Да-то, что ты будешь делать, а? А почему это не сработало сейчас? Ну, типа, вот ты пульса, да, и вот зет. Не понял. Это было твоей последней ошибкой. Чел, что ты стоишь? Отвали. Понятно, понятно. Это была моя последняя вообще ошибка. И все. Мне хана. И мне конец. Ого, ты, типа, большой уровень? Ничего себе. Где тут крестик? Крестик. Крестик. Икс смысла. Крестик. Отстань от него. Это была моя последняя ошибка. Абсолютно. Это ноу. Я никогда не перестану ржать с этого ноу. Лунтеленок меня назвали. Чел, отстань. Я вообще тут лук собираю. О, лут, лут, лут. Это хорошо, прикольно. Дурачок какой-то. Сейчас, подожди секунду. Хватит, я боюсь высоты. Чел. Чел, все, твои мучения закончились. О, боже. Должен признать, такого я не ожидал. Я, я тоже. Я пытался тебя предупредить. Че ты несешь? Какой предупредить? Вообще? А, все норм? Охренеть. Я, которая села в невидимость до того, как вообще к нам кто-то подошел. Он, который... Нужно тише, когда нас уже, блядь, увидели. Чел. Вообще огонь. Крутышка. Что такое? А, это комментар... Блядь. Я думала, на меня кто-то наезжает, и это просто комментарий. Все, неважно. Скажи, что ты тут стоишь? Я, кстати, тоже боюсь высоты. Но, тем не менее, на колесе обозрения катаюсь. Каталась. Эти сторонники Рандрака получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а, выглянув из окна, увидели, что из окон поместья вырывается пламя. Мы с дядей не успели ее остановить. Анна выбежала наружу, помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она столкнулась с лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дыму произнес ледяным голосом. Детей должно быть видно, но не слышно. А потом ослепительная вспышка. Что? У нее не было шансов убежать. Не понимаю, я не знаю. Слишком уж бурно они отреагировали на идущего мимо ребенка. Что они хотели скрыть? Я тоже все время об этом думаю. Мне не дает пока мысль, что в этом месте должна быть какая-то зацепка, которая приведет меня к тому, кто проклял Анну. Впрочем, наверное... Но это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила еврея, и понять, как ее исцелить. Возможно. Сторонников Рандраковы везде довольны. Но сюда они, похоже, наведываются частенько, и, может, статься, они что-то прячут. И в замке Рукудов. Давай осмотримся. Я что-то... Похоже, они разбили лагерь именно здесь. Не просто так. У них всюду посты. Так, подожди. Ты хочешь сказать, что они такие, типа, просто... Что-то тут делали? Я слышал, такие гоблинские раскопки сейчас повсюду появляются. Странно, что министерство не пытается в этом разобраться. Они просто шли. То есть, Анна такая шла мимо, а они такие, ой, что-то надо с ней делать? Или что происходит вообще? Эти сторонники Рандраков всегда вооружены и готовы к бою. Да-да-да. Это так. Мне интересно, что тут. Или нам сюда и нужно будет? Она, походу, сюда и надо будет. Так. А, она куда-то сейчас направила? Ага. Кто же тут жил? Это место заброшено, сколько я здесь живу. Говорят, тут кто-то шел хогвартский профессор столетия назад. Но это все, что я слышал. Возможно, стоит осмотреть сам дом. Это, конечно, бесспорно, но... Ладно, понятия не имею. Вообще представления нет. Что-то мне это напоминает. Колодец? Себастьян, я все это уже видела. И дом, и колодец. В общем, этот вид мне знаком. Как так? Когда? Одну минутку, я сейчас все объясню. Да-да, подожди, я сейчас все объясню. Как только я тут закончу, сразу все объясню. Она в омуте памяти видела это место. Да, все понятно. Она видела в омуте памяти, короче, это место. И там вот эти вот волшебники, волшебница, волшебники, волшебницы, не знаю, прислали этот, дождь. На их долину, это здесь было. Точно. Сейчас я тебе все объясню. Подожди еще минутку. Две. Пять. А ну-ка, залезь. Залезь! А, там можно выбить, что ли, эти? Досочки. Сейчас выбью досочки. Ой, подожди секунду, чел. Нет, нельзя выбить досочки. Себастьян, сюда. Как думаешь, он в таком виде из-за пожара, который был, когда прокляли Ану? Может быть. Хотя, как по мне, это сделано бреднамеренно. Себастьян, в этом доме как-то жила преподавательница из Хогвартса. Сотни лет назад. К кому? Ты о чем? В тот день в запретной секции мне попался омунд памяти. В нем хранилось воспоминание об этом доме. Там была маленькая девочка. А еще было очень сухо. Хранители показали мне другие воспоминания. Эта девочка стала преподавательницей в Хогвартсе. Ее звали Исидора Морганок. Она тоже была хранительницей. Что за хранители? Какой еще муд памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. Да, это не просто. Нет уверенности, что я все до конца понимаю. Они назывались хранителями, потому что их защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотятся Ранрок и Руквуд, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготса, куда тебя забросило через портал? А теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями. А, да, этот дом принадлежал преподавательнице Хогвартса, которая была одной из этих самых хранительниц сотни лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты все выдумываешь. Да, звучит как фантастика, если так поразмыслить. Но я хочу сказать, что и у тебя, и у меня есть причины обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что осталась с Анной, и я разузнать побольше о хранителях? Да, все, пошли разузнать. Ну, все, мы еще. Взгляни-ка. Куда? Кто-то неспроста нагромотил это здесь. Может, хотел что-то заслонить? Есть только один способ узнать. Ой, блин, какой инсендио. Где пульса? Лестница? О, лестница, ни хрена. Зачем нужно было переграждать лестницу? Надо быть внимательнее и рассмотреть, что там. После них тут настоящий бардак. Видимо, они искали что-то очень ценное. Они экспили армусы мне. А, это... Да, это дьявольские силки. Ой, ты уже здесь? Как ты тут оказался? Запись из дневника Сидоры Моргана к 1 из 7. Интересно. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день перевозят все новых больных. Врачи-маглы, даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорб почти осязаемый. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Ну, я предполагала раньше, я не помню, в каком моменте, но я предполагала, что, возможно, она просто, типа... Она хочет их, ну... Убивать. Чтоб они, типа, не мучались. Ну, это так... Не то чтобы гуманно, но... Это же записи из дневника Исидоры. Ставлю-ка у себя. Я просто предполагаю, это не точно, но, возможно, она имела в виду под тем, чтобы избавить их от страданий, а именно заканчивать их жизнь. Вторая запись. Я приехала сюда за знаниями, и теперь меня переполнает желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия, жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут держать меня всю оставшуюся жизнь? Как посмотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. А может быть, я ошибаюсь, и... Похоже, это запись из путешествий Исидоры. А может быть, я ошибаюсь очень сильно, и она ни разу не собиралась их убивать, а просто у нее действительно... Да какого? А просто у нее действительно какой-то талант к лечению. Ну, что-то такое. Дайте пройти. А как пройти? Исследуйте под подвал. А как... Как пройти? А вот так вот. Ты не поверишь. Я вижу крипту. Гресишь, что ли? Со мной так и тоже бывает. Ты скажи мне, ты немножко непонимающий, да? Ты не видишь или что-то происходит? Вот-вот он здесь, видишь? Подойди. Я признаюсь звучит нелепо, но, честно говоря, меня уже ничего не удивляет. Справедливо. Вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя внимательно слушаю. У меня редкая способность распознавать шепот древней магии. Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Так я знал, что ты от меня что-то скрываешь. И что это вообще за древняя магия? Не скажу наверняка, но по словам хранителей, это могущественная магия, предназначенная лишь для избранных. И ты можешь ее использовать? Не знаю, но мы с профессором Фигом думаем, что Ранрок научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить. Но я точно знаю, что моя способность позволяет перемещаться сквозь все окна, которые я вижу. Постой-ка. Значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Аминес будет поражен. Мы можем, но пока лучше держать это в тайне, даже от Оминеса. Ясно. Что ж, тогда давай проверим этот невидимый древний магический проход. Тайный проход. Прямо хочется затаить дыхание. Давай. Затаи дыхание и уходи. Блин, мне кажется, нужно немножко яркость убрать. Что такое? Почему? Я не понимаю. Почему так ярко? Чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди. Опа-ча. Шотца. Руны, чешо, это такое. Зачем прятать триптих здесь? Такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Тут записка, давай посмотрим. А давай, может, изучим все, что здесь есть? Или я хз? Или нет? Или не изучим мы ничего? А ну подожди. Секундочку, я хочу посмотреть, что здесь. Мне кажется, что здесь может быть что-то еще. Ну ладно, ладно, обойдусь. Но туда потом... А, подожди, может, у нее просто зайти можно? Нет, нельзя. Ревелия, Лумес. Так. Больше ничего здесь нет. Так, получается, ну тогда давайте. Ну, какая-то руна. Окей. И что? В записке я нашла что-то полезное? Эээ, нет. Рунический символ. Такие использовали хранители. Я тут подумал, много лет назад в этом доме жил один из хранителей, потом явился Раунрок с прихвостнями, чтобы все здесь обыскать. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может на Анну пало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь. Но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно. Это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может быть, этот триптих поможет нам найти ответы? Тогда нам нужно разобраться, в чем там дело. Я пока встречусь с Аминесом. Не беспокойся, ничего ему не скажу. Я говорил, что, возможно, у Саласа Расслизерана был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идеи, где он бы мог находиться? Понятия не имею. Аминес только об этом узнал. Я расскажу тебе, если что-то выясню. Думаю, ему просто навести манну, а вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок. Но я рад, что ты всем мне рассказала. Да, давай, до свидания. Всего хорошего. И я с тобой свяжусь. Жди вестей. Да, да, я все. Я жду. Я жду вестей. До свидания. Я иду сюда. А, это выйти. Это просто выход. Окей. А в чем прикол? Выйди, пожалуйста. Окей. Ого. Встретимся у развалин замка Фалбертон, когда стемнеет. Никому ни слова. Нацай. Кто еще? Неужели все? Типа. Незаурядная рукоятка с закрученным дизайном, изготовленная в темно-сером серебристом цветах. Задание. Простите занятия по астрономии. Вот это надо. Савиная почта. Ну, все. Все тут все. Давайте пойдем на занятия. Но у нас мало времени, поэтому, возможно, мы сейчас сначала походим, посмотрим, что у нас тут есть. Вообще, я хотела бы пооткрывать все замки, которые первого уровня Алохмора. Но... Их не так-то много. В основном все второго уровня там. Вот. Что ты мне... Что такое? Почему ты не прогрузилась? Ага, сюда вот у нас ключик. А тут вот у нас... Кстати, хотела проверить. У нас, по-моему, еще даже не весь Хогвартс открыт. Ну да, не все эти. Вот это вообще закрыто. Большой зал. Почему? А! Секунду. Тут задание какое. Себастьян у меня не спорит в большом зале. Нужно выяснить, в чем дело. Давай. Ну да, тут у меня не все... У меня флажки все открыты, но на них не все вот эти вот штуки. Эти перемещалки не все открыты. Погнали. Времени мало, но ничего страшного. Шумаем, отдымаем. Так. Опять как-то ярко. Что с солнцем? Она просто туда-сюда, туда-сюда. Ну ладно. Почему так долго? Поговорить с Себастьяном, это понятно. Мне кажется, здесь есть что-то полезное. Вот сюда. Кстати, мы даже не были в большом зале ни разу. Вот прикол. Меня ни разу не называли Данкан Пушишка с тех пор, как я получила тебе тут листоке давидые тентакулы. Мне кажется, я даже стал храбрее. Вот это что? Ой, как темно. Опа. Что? Что произошло сейчас? А, внизу, по-моему, подо мной была вот эта вот картина с бабочкой, да? И я ее открыла, типа. Ну, типа, что там за статуя, я не могу понять. Какая-то статуя почти на улице. Очень темно. Ой. Хорош. Плюй камни снова у меня. Я готова сыграть с любимым соперником. Если, конечно, нужны смельчаки. С любым. Любим. Ух ты. У нас тут что? Хэллоуин? О, я вижу бабочку. Стоп. А, вот же она, точно. Вот. Вот это вот. Кстати. Как зайти? Вот сюда. Бабочку возьму. Назад пошли. Где это там? Внизу. Вот там вот где-то. Вот здесь. Спускаемся вниз. И вот здесь оно есть. Да. Ой, темно. Угу. О, хорош. Давайте на этом закончим пока что. Продолжим в следующей серии, соответственно. Фух. Спасибо вам, тачата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твич. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличное настроение. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok